Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой АСМР-канал. Меня зовут Лиса, и это будет не АСМР-видео, а мукбанг в полный голос. Мукбанг-чаепитие традиционное. Молочную луну. Заваривайте себе поскорее кружечку чего-нибудь горячего, бодрящего. Вам, наверное, ребята, будет слышно на видео шум дождя за моим окном. Вот, да, об этом я говорю. Погода у нас самая, что именно есть, осенняя, грустненькая, меланхолическая. Поэтому только тортики. Только тортики и общение с вами может как-то поднять мне настроение в этот сегодняшний день. Потому что я опять осталась одна. Муж мой опять уехал. На улице дождь, холодно, я постоянно мерзну, вот видите, утеплилась. Короче говоря, осень пришла. Посмотрите за то, какие красивые у нас сегодня тортики. Я не поленилась и специально съездила за ними в азбуку вкуса. И они того стоят, потому что, честно говоря, ну, они просто красивейшие. Посмотрите на них. Я стояла там у витрины с тортиками где-то полчаса. Пытаюсь выбрать себе три из того великолепия, что там вообще есть. В общем, это маковое пирожное с черникой. Это такая тарталетка. А вот это пирожное называется радуга. Ну, такое цветное, такое красивое. Я решила, что для пасмурного осеннего дня. Это прям вот самое то. Давайте поскорее что-нибудь попробуем, потому что очень мне хочется. Укусите? Посмотрите, какой он разноцветный. Красота. Это очень вкусно. Там какой-то заварной потрясающий кремушек. И оно такое меленькое. Такое нежное. Это просто толпышки, ребята. Как это вкусно. Так, остановите меня. То я так забуду, о чем вообще надо говорить. Дортик стучит за окном. Ну что, ребята, те, кто были на моем стриме в прошлую пятницу, вы знаете. Те, кто не знает, скажут, у меня послезавтра день рождения. Я планирую провести в этот день внеплановый стрим. Несмотря на то, что это будет среда. Вот, посидим с вами где-то часика-полтора. Любим шампанского за мое здоровье. Я дополнительно сообщу вам о времени стрима в сообщениях. Так что не пропустите. Ну и, соответственно, в связи с этим у меня сегодня созрела такая тема для макбанга. Да что ж такое? Не отрывалась черничка. Мы поговорим о днях рождения, в принципе. Как я к этому отношусь, к ним. И я вам расскажу, ребята, о моем самым таком запоминающемся дне рождения, о котором у меня остались наиболее такие яркие эмоции. Расскажу, короче, вам, почему это произошло. Это что-то типа калинки, наверное. Красная смородина. Кислая. Тортик очень вкусный. Вообще, ребята, я... Уехала. Вообще, я не очень люблю свои дни рождения. Вот. Не знаю, почему. Мне всегда немного грустно в этот день. Не потому там, что я переживаю о своем возрасте. Я еще достаточно молодая, чтобы об этом думать. Нет, просто... Мне кажется, именно в этот день человек острее осознает быстротечность в своей жизни. Быстро пролетел очередной год. И, наверное, начинает понимать, что так же быстро пролетит его жизнь. Надо сказать, что положительного в дни рождения, конечно, немного больше. Это поздравления. Это подарочки. Кто не любит подарочки? Это все теплые слова, которые говорятся в этот день. Приятные. Мне всегда очень приятно. Знаете, ребята, я последние там несколько лет проживаю в достаточном удалении от своих друзей, своих близких. Но, тем не менее, мне всегда в день рождения греет, очень греет мысль о том, что они не забывают обо мне. Они всегда меня поздравляют, несмотря на то, что они не рядом. Ну, как-то это все трогательный. Его даже жалко есть, какой он красивый. Вот. Ну, вообще, как я уже и сказала, не сильно как-то, короче говоря, люблю свой день рождения. Поэтому не сильно люблю их отмечать. Но иногда это случалось в моей жизни, достаточно часто. Поэтому я расскажу вам о самом таком запоминающемся моем дне рождения. Он случился, когда я жила еще в Киеве. Это было как раз в тот год. когда у нас начались отношения с будущим мужем. Все, кто не смотрел и не знает, как это вообще все произошло, и не смотрел на Банг, который я снимала на эту тему, я вставлю для вас ссылочку. Можете посмотреть. День рождения у меня получается 26 сентября. И он как раз вот в тот год, когда я летом съездила в июле в отпуск к будущему мужу на Дальний Восток. Вот. И улетела обратно в Киев. Не совсем как бы понимаю, что у нас там будет не дальше, получится ли что-то. В статусе кого мы остались друг к другу. Короче, как-то так все было мутненько. между нами было 10 тысяч километров. Вот. И само собой я ждала от него какого-то поздравления в этот день, потому что мы продолжали с ним общаться, продолжали регулярно там переписываться. Вот. Он уже тогда звал меня к себе переехать, но я как бы там, в общем, колебалась. Такое. И вот наступает мой день рождения. Я решила его отмечать тогда чисто девичником. На тот момент как-то так удачно совпало, что в Киеве у меня было около так семи, наверное, семи-восьми человек таких близких классных подружек, с каждой из которых я познакомилась в абсолютно разное время. Вот. Одна из них была моя одноклассница бывшая, с кем-то кто-то коллеги по работе. Одна девочка это моя, получается, не знаю, как это сказать. В общем, мой папа её крёстный. Кем она мне приходится, я не знаю, есть ли такое слово, которое обозначает это. Вот. Но мы вообще с детства там с ней чуть ли не с младенческого возраста естественно дружим. Вот. И собралась у нас такая вот банда из семи или... Честно говоря, уже не помню, сколько нас было. Ну, короче говоря, около семи человек. Давайте попробуем вот эту божественную тарталетку. Покажу вам поближе, ребята. Тарталетка с черничкой. Вообще, люблю чернику и всё, что с ней связано. Потрясающее песочное тесто. Что-то типа заварного крема. Лёгкий поселинка черничек. Это восхитительно. В общем, тот вечер, вечер моего дня рождения, у нас должен был развиваться по следующему сценарию. Мы все встречались в центре Киева на Крещатике и отправлялись отмечать в ресторанчик, который я забронировала. Там, в общем, столик, там была живая музыка, должно было быть весело. Как бы у меня девчонки все такие ух, умеют веселиться. Вот, поэтому планировался просто огненный вечер. будущий муж. Я буду, короче, говорить просто мужа для краткости, но в тот момент он не был еще моим мужем. В общем, он меня поздравил с утра, позвонил и как-то весь день больше ничего там от него не было. Никаких жестов, никаких, короче говоря, знаков внимания. Но он у меня за годы выведал адрес ресторана. И я, честно говоря, думала, что ну, сейчас он прям так подгадает, чтобы к ресторану мне привезли какие-нибудь цветочки. Ну, или там какой-нибудь там подарочек. Это будет такой пустячок, это будет приятно. Я что-то как-то прям рассчитывала иногда. Мы приехали с девочками все при полном по радио, естественно. Вот. Настроение такое бодро приподнятое. Они меня все попоздравляли, подарки подарили. А это был уже вечер и я напоминаю, что у нас с Приморьем как бы часовая разница вообще была плюс 8 часов. То есть у меня там было часов 6 вечера, у него уже была глубокая ночь на этот момент. И тут он мне звонит и говорит ты можешь выйти на улицу? Там стоит мальчик и выключит рыбашки. Он типа сейчас тебе там кое-что объяснит. Я так думаю, ну, наверное, курьер. В общем, говорю девочкам, девочке типа посидите, я сейчас быстренько. А ресторан был в таком полуподвальном помещении, то есть я поднимаюсь бегом на улицу по этой лестнице. Выхожу, стоит какой-то мальчик. Как потом я узнала, это друг мужа, который на этот момент с киеве жил. стоит этот мальчик без ничего в руках. Я такая думаю, ну, ладно. Он мне говорит. Все уже, говорит, гости твои собрались. Я такая, ну да. Ну, берите типа своих девочек, пойдемте. Я говорю, а куда пойдем? У нас там как бы стол, все такое. Ну, ты там предупреди, что вас не будет часика-два. И, короче, пойдемте. Ну, я же спускаюсь к девчонкам, говорю, да, мы былиненько все собираемся. Сейчас будет для сюрприза. Все в таких непонятках, как и я, собственно. Вот. В общем, мы вываливаемся на улицу. Девочки мои просто достали этого паренька со своими расспросами, пока мы шли там на эти несчастные, я не знаю, 200 метров. Он сам по себе еще такой, как мне потом уже муж сказал, стеснительный, а тут на него налетело человек всем барышень, и все такие там типа, а что там, а что там, расскажи, расскажи. Он героически отмалчивался, никому ничего не рассказал, даже не признался, как его зовут, представляете, конспирация. И, короче говоря, мы идем по улице, он идет впереди, ведет нас всех за собой, и тут я вижу, ребята, громадный белый хаммер-лимузин, который занимает просто весь переулок с собой, вот просто шикарнейший, такой сверкающий с этими металлическими дисками, с какой-то подсветкой по бокам, ну, короче, это просто было зрелище. Так, где моя вилка? Потеряла вилку. Девчонки начинают верещать, я начинаю верещать, в общем, мы все в таком шоке. Он подходит к этому лимузину, открывает дверь, достает оттуда вот такой просто громаднейший букет, ну, вот такой, наверное, высоты белых роз, таких больших. Их было по количеству исполняемых мне лет. Ну, это было нечетное количество, естественно. вот, и достает такую милую игрушку. Ой, я вам сейчас даже покажу. Вот она. Это лисичка, ребят, посмотрите, какая милая. Он уже тогда называл меня лисичка, и, собственно, поэтому такая игрушка была выбрана. Вот, вот это все он мне вручает, и говорит следующее, что там внутри в лимузине шампанское, два часа вас, типа, будут катать по Киеву, если хотите куда-то в конкретные места, говорите, шофер, типа, вас отвезет. Там внутри есть караоке, ну, в принципе, там играла музыка, в салоне была там какая-то бешеная, сумасшедшая подсветка, барная стойка, кожаный салон. В общем, это был очень крутой хаммер. И два часа, ребята, два часа нас катали по городу. Это было вот что-то вообще незабываемое. Я решила попробовать вот этот тортик, потому что уже наелась, а хочется попробовать все, он шикарный должен быть. Я просто очень люблю мак, все, что связано с маком. Он, знаете, мокренький. вкусный. Ого, как дождь палил. Асимир эффект прям. В общем, два часа мы катались в этом лимузине по центру Киева. Играла у нас музыка, мы там пили шампанское внутри. Это было что-то, но я даже не могу вам передать, чем мы занимались эти два часа, потому что лимузин делал какие-то остановки, мы вылазили, хохотали, там, фотографировались. К нам подходили прохожие и просили, можно мы сфотографируемся на фоне, типа, лимузином, это можно, пожалуйста. в общем, это было что-то с чем-то. Фоном всего этого шли, конечно же, расспросы девочек, потому что они такие, типа, от кого это вообще, кто, кто это такой, этот таинственный поклонник. Потому что на тот момент, короче, там как получилось, я когда в отпуск летала к нему, я никому не рассказывала, куда я лечу. шифровалась, короче, ага. Вот. И они, соответственно, не знали, что появился в моей жизни такой человек. Я как-то уклончиво так смогла ответить на все расспросы, сказала, там есть такой мальчик, хороший. Девочки все сказали, как один, выходи за него. Я говорю, дамы, дело аж как бы не в лимузине. Дело аж в человеке. Ну, это шутка, конечно. Я надеюсь, у меня в зубах не застрянет, Мак. В общем, эти два часа пролетели, ребят, как 10 минут. На самом деле, это были какие-то незабываемые два часа в моей жизни. Нас привезли обратно к ресторану. Мы там уже продолжили дальше гулять, понятно, там танцы, шманцы. всякое такое. Но вот эту вот минуту, когда мы подходим, я вижу эту громадную сверкающую машину, вижу этот букет и понимаю, что человек, даже находясь за 10 тысяч километров, умудрился сделать так, чтобы у меня вот сердце забилось в таком бешеном ритме и умудрился превратить мой день рождения, который, в принципе, проходил весело, но он его сделал какой-то вообще сказкой. Это было очень приятно. Очень. Да. Вот такой был у меня один из самых незабываемых дней рождения. Напишите мне в комментариях, как вы относитесь к своим днам рождения, как их любите отмечать, какой у вас был самый незабываемый день рождения и когда они у вас. Напишите тоже. Мне все это интересно, как всегда. Я в этом году не буду особенно отмечать день рождения, потому что муж, короче, вернется из командировки только в ночь перед моим днем рождения. Я надеюсь очень на то, что он вернется. Вот. Мы с ним посидим вдвоем. Это как бы середина недели. Такой будний день. Обязательно проведу для вас стрим. Вот. А на выходных уже там, наверное, позовем в гости родителей мужа. Может, кого-то из людей. Не знаю, еще не думала. Как-то так. Ой, ребята, какие вкусные пирожные. Это я объелась уже, но я не могу перестать его есть. Они, конечно, бешеные, дорогие у них вот эти азбуки вкуса. Но он от того стоит. Очень вкусно, очень. Хорошо. Сейчас лопну. Соседи. Такое ощущение, что они там устраивают перегоны с бегемотами. Я по-другому не могу это объяснить. Жесть. Ну что, я надеюсь, вы успели выпить со мной чашечку чая, съесть что-нибудь вкусное, возможно, запретное. Мне было приятно провести в вашей компании эти 15 минут и поделиться с вами воспоминаниями о моем самым таком крутом дне рождения, который у меня был в жизни. Всех люблю. Не грустите. Пусть осень будет только за вашим окном, но ни в коем случае не в вашей душе. Целую. Пока-пока.